...готовить проект на вопросы. Ну, если все помолчали, то есть, в общем, нет, да. Уважаемые гостиницы, на публичном слушании по отчетному бюджету за 2016 год все, кто хотел выступить, по результатам его состава проекта установления, в котором за счет Балата и Комитет по решению налоговой политики Республики Афгазия предлагают представленные законы проекта принятия и оплаты. Так, а вот теперь какие уточнения можно... И этому, и другому, и другому, и другого финансового. Извиняюсь, вопрос. Мы, кто-то главал, за 2016 год. И кто-то отсказывает, да? Уважаемые коллеги, просто мне было маленький непонятно. В 15-м году, в декабре, Министерство финансово выходит с бюджетом на 2016 год. В 2017-м вы отчитываете за 2016 год. Так вы отчитываете за 2016 год относительно того клада, который мы утвердили в 2015-м. А вы отчитываете, как бухгалка, туда потратили столько, туда сколько планировали, а сколько недособрали, а сколько недосинансировали. Вот это должен быть, я так понимаю. А это красивое вклад шоу Министерства экономики, и вы как бы очень хорошо делаете, но много лет. Браво вам за это. Молодцы, проекты, в чем не говорят, без сравнения. Спасибо. Спасибо. Спасибо замечательно. Это надо принять замечание. В проекте постановления, которые у вас есть, написано, вверху, что 38% выполнены долог на прибыль всего. Неисполнение запланированных расходов составлено 3,5 миллиарда. Это там, где-то у нас и дороги не оплатены, и социальные сети вопросы не оплатят. Вот и проблема. Поэтому мы сказали, что задают вопрос. Мы это, кстати, выгодили в ходе подготовки проекта закона, как раз, и подготовки проекта постановления. Сергей Владимирович, вы что можете еще добавить? Валерий Владимирович, можно вы с вами замечание по поводу? Да, пожалуйста. Значит, вот в Гарбаре, вполне верно, как-то, с вами синий министр генерации, и в своей вещи. Нет ответов практически на один вопрос, который ответов требует. Ну, например, что делать социальным долгом, который мы держим врачу? Второе. Когда хочется произвол бюджетный, который продолжается уже несколько после недели? Какие-какие неблагоприятные условия для исполнения бюджета? Ну, посмотрите, ни одно направление, ни одно направление, ни расходы, ни доходы, и даже залезы, и светаются, и дефициты, в ваших чемпанах приходится. Как можно принимать, какой отчеркнуть бюджет? То есть, это есть вопрос. Потом сказал, я сказал, что в результате мер, которые в каждом году будут приниматься, у нас в России доходная часть выросли на 500 миллионов, а в дефицитах их лишь миллиарды. То есть, мы из-за чего надо наращивать толпы? Дальше мы совершенно ничего конкретного не говорим, а от собственных доходов. Говорим о точках роста, анимационных привлекательствах и прочих лагутин. А ты реально вообще подлежишь. У нас есть предприятия, которые каждый из них в состоянии проходить алюминию этого, бедовый наркетик, обыдных предприятий. Ну, про это говорится вскользь. В Каркасе уже в будущем превратили практически в семинар. В общем, короче говоря, мне кажется, что, ну, переставая до этого территориальный фонд медицинского страхования, когда он светлый царство, кстати, в бюджетном бюджете. Мы каждый раз приобреняемся к бюджету. Каждая, каждый копейка здесь больше, как и полный. Но он начинает принимать, какой-то бюджет непонятный, незнакомый, неотвестный. Другой совершенно бюджет, чем вообще-то по-другому бюджет принимает. И главное замечать, первое, что когда вы станете более принципиально относиться к фону и бюджету, когда вы не просто подтягиваете, а на счете заниматься этим, говорить о том, о чем мы сегодня здесь говорим. Они эти цифры как-то, цифры не поймут, каких цифров, сколько, да, так, там, два, 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 три. Великое предложение принять предпринимательский отчет, как компромет, первых чтений, вот то, что предлагалось и принято по фондам. Великое предложение принять предпринимательский отчет, что надо месяц посмотреть, подготовить ответы на живой третий чечечный вопрос. И на третье чечечный вопрос уже, так сказать, с учетом, если бы ответом на все вопросы, я бы хотел сказать вам удачу. Спасибо, Владимир Анатольевич, спасибо. Так, есть еще какие-то подочнения, замечания? Волоним, что вы? На ту секунду, в ремах уступления, Владимир Николаевич, подготовлен проект, который действительно детально прорабатывал Семенович, о котором вы говорили. Есть серьезные рекомендации. Для боевиков, зачем нам подтягивать на месяц, и через месяц принимать те же самые рекомендации? Ну, я это самое понимаю. Я это самое. Да, Владимир Николаевич, я это не видел. Владимир Николаевич, я просто тогда давайте так, как в первом классе, громкую чипку зачитаю. Что предлагается принять на твое постановление? Это надо Сергею Владимировичу сказать. Отмечаю, в первом классе, низкий процент исполнения дохода преспубликанского бюджета по налогу на прибыль организации всего лишь 38,3%. Неисполнение плановых назначений составило 6 миллиардов 760 миллионов рублей. Неисполнение запланированных расходов преспубликанского бюджета в сумме 3,5 миллиарда рублей. Высокий уровень государственного внутреннего долга 22 миллиарда рублей 881 миллион. Рекомендовать правительство Республики Хакасии в цель возможной проектировки расчетного объема дотаций предоставляемых республике из федерального бюджета на уровне бюджетной беспечности подготовить информацию основанную на объективных критериях оценки бюджетной обеспеченности и доходного потенциала республики для финансирования расходных обязательств, в том числе с расчетами налоговой отдачи по отраслям экономики, угледобывающей, горнодобывающей, золотодобывающей, металлургической, энергетической, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, обрабатывающей транспортной, торговой и других, в сопоставлении с другими субъектами Российской Федерации. Но у нас анализ уже был, мы провели. Мы добываем, я просто, как пример, 20 миллиардов тонн угля, миллионов тонн угля, извините, в 16-м году, потенциал такой налоговый, мы провели в Европе с рядом с нами, за 20 миллионов тонн угля потенциал, извините, 10 миллиардов налоговых поступлений, 10, а мы получаем меньше 1 миллиарда. Это что? Конечно, понятно. Почему мы разбирались тщательно? И, кстати, я в этом доложил от председателя Совета Федерации. Крышу и все, от правительства до Государственной Думы. Поэтому вопрос сейчас идет, разбор идет в полном объеме. Я думаю, что нам удастся, тут говоришь, что ничего. Комарок или Шипегарский говорит правильно, принять это постановление. И наше постановление, чтобы появилось руководством для действий правительства уже в этом году. Поэтому вот я просто, ну, песни зачитывая, я думаю, что все идет в страницах, мы здесь не сложили. Вот Владимир Николаевич, вот здесь смотрел первенцев, но он же сколько опыт причал, но и он уже знает, где склапает. Абсолютно. Спасибо. Поэтому давайте так. Владимир Николаевич, нам, пожалуйста, первый заместитель, было бы исполняющий, опять-таки, исполняющий, опять-таки. Уважаемые коллеги, мы не совсем согласны с вашей реперой, я понимаю, что состояние бюджета, наверное, опасность нельзя, но, тем не менее, в отношении Министерства финансов, говорить о том, что здесь слайд шоу и такое дошло, ну, коллеги, наверное, увеличились. Во-первых, а на сегодняшний день это уже в продвижении года реклама, активная работа с Министерством финансов Российской Федерации. И тот план мероприятий, который мы реализуем, мы с вами ждем. Мы не только правительственные услуги, как и все, сами с нас депутатами Верховного Совета Параба и группы Немного фактически, мы подтверждем Министерством финансов Российской Федерации. Доложим вам, что по итогам 2016 года плавные мероприятия по сокращению расходов и увеличению доходов были реализованы с превышением показателей положительного уровня порядка 15-30% этих сократительных расходов и увеличить доходную часть. По доходной части, то, что мы говорим, что, извините, наверное, не будем забывать до каких-то экономических выраженных стран и 1,9 млрд рублей, которые сегодня получили дополнительные доходы, мы даем тоже подтверждение, что мы, наверное, на 10-15 на 10. Третий вопрос, что касается всех цифров, которые необходимо нам ожидать и довести, я считаю, что Министерство финансов представила объективную информацию, которая есть. То, что вопрос касается государственного оборота, с этим проводить как раз тот план, который утвержден Министерством финансов и Российской Федерации, который мы предусматриваем, он предусматривает меры по снижению государственного оборота и по увеличению доходных классов. Извините, там будут профессии непопулярные, такие, как обмена всех год или год. По словам объема, почему я понимаю, что нынешний постсовик вообще не важен, как не популярный мир, но будем именно на них идти. От этого сразу и эмиссионная привлекательность региона, с точки зрения привлечения инвестиций и, так скажем, припитягивания инвесторов и создания новых рабочих мест. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... не надо не надо рассказывать все проверить все сравнить прежде чем выйти на обсуждение проекта законного исполнения все сравнить и со всеми соседями и красноярский уголь не думайте что он у нас дорожный красноярский уголь это навоз бурый уголь цена его 100 рублей за тонну а продаем мы его покупаем за 1074 рубля за тонну это что стандартный его возят или северного полюса вот рядом здесь бурый уголь добывается и возится и его цена выше нашего энергетического партии ну грубо говоря рублей на 400 тонн вот теперь вот там проценты этого не считает не считает все знают кому принадлежат эти все концессии угли тэц котельные они нам продают на миллиард полтора дороже тепловой энергии каждый год бюджет ухакасии как по уасам и мы все хлопаем ушами моргаем так трудно так трудно так трудно остановитесь иначе будет куча не надо объяснений депутаты у нас очень опытные крупные руководители действующие они знают экономику прекрасно и почему мы не получаем где мы не получаем поэтому давайте не надо еще мы с электроэнергетикой разбираемся мы разберемся до конца почему в Китае продается электроэнергия дешевле чем в нашем гражданстве не могу я понять я вот не могу понять мы совершаем цену электроэнергии в бакасии которую производим примерно в 400 раз за киловатт это как нравится вам вот тут надо нам вместе работать и правительство в руководитель вместе отстаивать интересы да законы таки не принимали в федеральный час что у нас изъяли все налоги которые в обороны носили и их централизовали в Москву я рекомендую скоро 20-этажные крючевки сменительного роганского ручки самое слово начнут сносить но не надо надевать деньги в Москве герои там все тоже ведут себя кулаком в грудь ординаем кулаком в грудь кулаком в грудь все это уже надо останавливать мы в федеративном государстве живем российском федеративном где должны быть справедливые бюджетные отношения поэтому давайте закончим разговор проявление постановления коллеги у вас есть вот выберем полностью вы прочитаете и у вас целая программа действия это правительство это вообще не надо вот только не надо здесь но не так ни с той ни с другой стороны ситуация понятна так по проекту постановления есть предлагается принять и направить председателю правительства для подписания владельцев и чтобы они уже после подписания как он штул сразу начали реализоваться вот эти рекомендации готовы нет возражений кто принять законно и постановление прошу подразумевать 31 за это борцы которые закатайся за интересы граждан и остальные против вы отвергались вот я просто это зафиксировал исторически что зафиксировали вот так мы и будем работать так еще долго будем работать и долго будет не 20 миллиардов а 120 вот потому что мы и все сюда гладить будем бить кулаками рот героев и все спасибо за принятие все равно я подозреваю депутату дело в том что тот случай надо принимать и реализовывать это проще